Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Ольга Алексеева. В республике продолжают оказывать финансовую помощь малому и среднему бизнесу, особенно тем, кто сейчас находится в сложной ситуации. Минсельхозам Чувашии разработан региональный проект по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. Он предусматривает распределение грантов, предоставление субсидий. Таким образом, к концу 2024 года планируется вовлечь в сельское предпринимательство почти полторы тысячи человек, в том числе и за счет государства. О мерах господдержки нам расскажет Инна Волкова, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. Инна Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о новых механизмах господдержки фермеров и кооперативов в рамках регионального проекта. Действительно, Минсельхоз Чувашии с 2019 года в рамках регионального проекта, который вы назвали, реализует новый вид государственной поддержки, как агростартап. Но вместе с тем необходимо отметить, что одновременно Минсельхоз реализует очень много иных видов господдержки, которые также направлены на поддержку начинающих фермеров, начинающих будущих операторов. Поскольку доля личных подсобных хозяйств в республике у нас очень велика, это 222 тысячи личных подсобных хозяйств, которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность на территории республики. Кроме того, шестая часть этих личных подсобных хозяйств привлекает наемных работников. Скажем так, это потенциальные будущие предприниматели, которые на сегодняшний день еще не зарегистрированы в качестве таковых, либо будущие члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Предоставляя грантовую поддержку и предоставляя помощь, мы таким образом привлекаем именно предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства данные личные подсобные хозяйства. Это у нас неплохо получается. На сегодняшний день мы реализуем немало проектов. Конечно, подробно я сегодня о всех не смогу рассказать. Наверное, только остановимся на агро-стартапе «Начинающий фермер», по которым как раз-таки сейчас объявлены конкурсы. И осуществляется прием заявок. Конкурс объявлен, так понимаете? Да, конкурс объявлен. Агро-стартап. Мы завершаем прием заявок 21 июня. «Начинающий фермер» 17 июня. Поступают заявки, очень активно участвуют, особенно южные районы. Кто может получить грант «Агро-стартап»? «Агро-стартап» у нас может получить как фермер, который был зарегистрирован в качестве такового в этом финансовом году, скажем так, в 2020 году. Либо физическое лицо. Но в случае, если он становится победителем, одним из победителей на получение грантовой поддержки, он уже обязан в течение 30 дней зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. Такое условие ставим мы. А в качестве начинающего фермера у нас такое условие, что он уже может быть фермером, но на момент подачи заявки он должен осуществлять предпринимательскую деятельность не более двух лет. То есть человек имеет выбор участвовать в этом направлении, либо в том направлении, какое ему больше будет подходить. Подходит, да. А сколько раз можно получить грант «Агро-стартап»? Только один раз. Как начинающий фермер один раз, так и «Агро-стартап» можно получить только один раз. Но у нас предусмотрен социальный лифт после того, как фермер участвовал и стал победителем, получил грант и использовал его в программе «Агро-стартап». В последующем он имеет возможность уже получить грантовую поддержку как семейный фермер. И в последующем, если будет создан сельскохозяйственный, потребительский или перерабатывающий кооператив, то он может получить уже в... Вступить в кооператив и получить... Да, вступить в этот кооператив, и уже кооператив получит грантовую поддержку уже более серьезную. На что можно потратить тогда эти средства? Этот список очень широк. Если обратиться к нашему сайту, на нашем сайте, Митиль Хозыч, у вашей, есть специальный баннер, в который можно зайти, посмотреть все виды поддержки. Я сейчас не смогу озвучить даже все виды. Это как строительство, приобретение строительных материалов, строительство производственных складских помещений, приобретение оборудования, техники и так далее. Там очень большой и широкий скепт. То есть каждый может себя подобрать в направлении? Да, наилучший вариант. Вариант. Да. Хорошо. Какие обязательства возникают у фермера при получении гранта? Какой-то отчет он должен предоставлять? Безусловно. После того, как фермер становится победителем, с ним заключается соглашение, в котором указываются все даты, когда фермер должен предоставить отчет на Тельхоз Чувашии об использовании средств гранта. Я еще забыла отметить о том, что средства гранта, они составляют 90%, это максимальная стоимость гранта, от тех затрат, на которые планирует потратить, на развитие которых фермер планирует потратить. 10% из них должны быть его собственные средства. В принципе, 90 на 10 – это очень значительная поддержка. Да, конечно. Инна Вячеславовна, как происходит процедура конкурсного отбора? Конкурсный отбор происходит совершенно открыто. Его можно посмотреть онлайн. О том, когда будет этот конкурсный отбор происходить, каким образом, вся информация размещается на сайте Метельхоза. Однако, до того, как состоится конкурс, вся документация проходит проверку в рабочей группе Метельхоза Чувашии, которая рассматривает все документы, представленные потенциальным участникам, на соответствии правилам предоставления субсидий. В последующем, если документы соответствуют требованиям, они уже представляются на конкурсный отбор. Сам конкурс совершенно открытый, совершенно исключена какая-либо коррупционная составляющая. Весь конкурс состоит в том, чтобы члены конкурсной комиссии, куда включается очень много независимых экспертов, проставляют определенные баллы по определенным критериям, которые установлены также нормативным актом. В эту больную систему входит как образование начинающего фермера или будущего потенциального начинающего фермера, либо его стаж работы, какой он представил бизнес-план, насколько он реализуем, все это проходит оценку. И, соответственно, победитель выявляется уже по больной системе. Где можно ознакомиться с форумом господдержки? Вы сказали, на сайте Минсельхоза Чуваши. И, может быть, куда-то обратиться, помочь оформить документы. Есть такое? Да, можно. Специально создан центр компетенции при казенном монетарном предприятии агроинновации, куда можно всегда обратиться для подготовки документов, которые будут в последующем представлены Минсельхоз Чуваши на конкурс. Специалисты данного предприятия помогут подготовить как бизнес-план, так и план расходов, проконсультируют в части любой грантовой поддержки. Соответственно, на сегодняшний день любой человек, который желает осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, может обратиться в данную организацию, получить полную консультацию по всем вопросам грантовой поддержки. Было бы желание. Да, было бы желание. Расскажите об итогах реализации грантовой поддержки по малым форумам хозяйственным. Вообще, за 8 лет существования такой поддержки, где малым форумам хозяйственным предоставлялись различные виды поддержки, 414 крестьянско-фермерских хозяйств у нас получили гранты и 10 потребительских кооперативов. Это, мы считаем, неплохо на сегодняшний день, потому что условием предоставления грантов является то, что данная организация или крестьянско-фермерское хозяйство у нас просуществует не менее 5 лет. Соответственно, тех, которые просуществовали не менее 5 лет, их единицы. Инна Вячеславовна, какие объемы для начинающих фермеров и на акростартап выделены в этом году? На начинающего фермера в бюджете заложено в этом году 74 миллиона рублей, на агростартап 42 миллиона рублей. На сегодняшний день заявки у нас поступают уже в большем размере, чем уже предусмотрено в бюджете. Соответственно, потенциальные победители могут рассчитывать на полную грантовую поддержку. Ведется ли у вас совместная работа с другими министерствами и ведомствами по оказанию государственной социальной помощи населению? Безусловно, такая работа ведется. Олегом Алексеевичем Николаевым была поставлена задача по синхронизации работ министерств для того, чтобы различные виды поддержки государственной могли быть оказаны лицам в синхронном порядке. В данном случае, если мы говорим о начинающих фермерах, очень хорошая программа есть у Минтруда Чуваши, где физическое лицо имеет возможность получить поддержку в виде ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума, это 10 134 рубля, вне зависимости от того, участвует он в нашей грантовой поддержке или нет. Кроме того, в случае, если данное лицо зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе главы крестьянско-фермерского хозяйства, он может получить поддержку единовременную в размере 250 тысяч и одновременно участвует у нас на получение грантовой поддержки. То есть очень хорошие условия на сегодняшний день созданы. Кроме того, хотелось бы отметить, что поскольку условием предоставления гранта является создание рабочих мест, в случае, если до 2 миллионов грант составляет это одно рабочее место, если же более 2 миллионов рублей грант составляет, то два рабочих места должно быть создано. В этом случае фермеры, которые, например, уже получили грантовую поддержку, имеют возможность привлечь... Трудоустраивают. Трудоустраивают. Оплачивают сами свою зарплату в том размере, который они установили, но не менее прожиточного минимума. И в том числе этот человек, который работает у него, имеет возможность получить и поддержку по линии Минтруда. То есть у него будет, как минимум, вставлять более 20 тысяч зарплаты, что уже неплохо. И эту работу мы с Минтрудом проводим совместно. Минтруд доводит до тех людей, которые к ним обращаются, информацию по поводу грантовой поддержки по линии Минтельхоза. И мы также предоставляем информацию всем фермерам, в том числе тем, которые уже получили грантовую поддержку, те, которые рассчитывают на грант, информацию по линии Минтруда. То есть обмениваетесь, да? Обмениваем, да. Потому что это очень интересно. И люди, которые приходят, они иногда впервые слышат о таких вещах. Соответственно, говорят спасибо за то, что мы им предоставляем такую информацию. Что ж, спасибо вам за беседу, Инна Вячеславовна. А я напоминаю, что у нас в гостях была заместитель министра сельского хозяйства Инна Волкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова